Непрерывную конструкцию из 2100 товарных вагонов российская армия создала в Донецкой области. 30-километровое сооружение от Оленевки до Волновахи противник называет «царь поездом». Возведение этой вагонной многоножки началось в июле 2023 года. Для постройки, очевидно, использовался подвижной состав украденной с временно оккупированных территорий. Это очень специфическое инженерное сооружение, эффективность которого оценить сложно. Из сообщения в телеграм-канале «Дипстейт». Железнодорожная линия между Оленевкой и Волновахой находится примерно в 6 километрах от линии фронта. Этот участок был относительно неактивным, когда российские войска начали строительство. По оценкам экспертов, российская армия приступила к реализации замысла в июле 2023 года. Пока нет никаких визуальных подтверждений с местности. Но при внимательном рассмотрении карты это не сплошной состав, а имеет два разрыва – в Великую Анадоле и чуть южнее. То есть не 30-километровая сплошная змея, а три змеи. Сергей Сигачев, историк транспорта, эксперт по железным дорогам в Телеграм. Состав из более чем 2000 вагонов не способен сдвинуть с места ни один локомотив. Так что, вероятно, российские оккупанты намерены использовать так называемый «царь-поезд» как оборонительную линию против будущих украинских наступательных действий. Поскольку разрушить или подорвать 30-километровую массу металла непросто. Смотрите, это все равно преграда. То есть это преграда, которую для того, чтобы там быстро ты ее не преодолеешь. То есть ее все равно тебе нужно пробивать какие-то бреши, проходить, соответственно, укрупняться, скажем так, останется более плотным для того, чтобы проходить там через те бреши, которые вы создадите. Там будут какие-то дополнительные оборонные сооружения. Там, скорее всего, что также произойдет довольно сильное минирование. Российские военные также могут прибегнуть к использованию живого щита. Этот инструмент ведения войны армия Федерации за время полномасштабной войны против Украины применяла не единожды. Окупанты могут регулярно перевозить гражданских по тем же железнодорожным путям, на которых расположили «царь-поезд», считают военные эксперты, чтобы обвинить силы обороны Украины в нанесении ударов по мирным жителям, в случае, если украинские защитники попробуют уничтожить российскую фортификацию.